Всем привет, друзья! Итак, мы продолжаем играть в World of Warcraft классика. Сегодня мы отправимся дальше выполнять квесты в этой замечательной локации Темные берега, подле Аубертина. В общем, хочу сразу сообщить новость. В субботу состоится стрим в 3 часа дня. Вот, именно по классике мы, я надеюсь, с Игорьком, с Артёмом, ещё с кем-нибудь сходим в рейд. У меня уже 15 левел, так что вроде как можно. Вот. Ну и так поиграем, побегаем, что-нибудь нового Игорёк нам расскажет наверняка. Так. Ну ладно, давайте возьмём задание у археолога Холли Лига Исследователей. Как жизнь? Мне была оказана большая честь, когда мастер Седоус назначил меня работать под руководством великого геолога Самнамбулёра. В Академии в Стальгорне все знают о грандиозных открытиях Самнамбулёра. Но геолог довольно рассеян. Порой кажется, что он не от мира сего. Мы обнаружили признаки некогда крупного поселения из-под земли, выскочили ужасные големы и заполнили весь раскоп. Но Самнамбулёр, казалось так, ничего и не заметил. Я побежал обратно в Аубердин за помощью. Прошу тебя, отправляйся на юг и посмотри, всё ли в порядке с геологом. На юг, всё ли в порядке с геологом. Ну, ладно. Так, давайте по порядку. Рыболовное задание я не могу выполнить, у меня нет удочки. Я что-то не понял, как мне научиться рыбалке. Да и чуть не хочется мне и учиться в данный момент. Река Скалистая. Отправляйтесь на север от Аубердина к первому водопаду вверх по реке Скалистой и там возьмите пробу. С пробой воды Скалистой и реки возвращайтесь в Аубердин к Тандрису, в Ветропряду. Чё за задание я уже не помню. Воды реки Скалистой исполнились злобы и порчи. Река впадает в туманный предел и я боюсь, что скоро беда затронет и Аубердин. Я подозреваю, что в загрязнении повинны Фурболги Чернолесья. Живущие в Верховьях реки, но я также полагаю, что они не являются подлинной причиной этой порчи. Возьмите эту пробирку и отправляйтесь к кусте реки, что к северу отсюда. Ага, понятно. Дальше объяснение. И наполните. Где эта пробирка, кстати? Пустая пробирка. Давайте-ка мы её... Кусте реки. Вот это, наверное. Вот эта река. Ну, отлично. Пойдёмте. Пойдёмте. И там сразу по ходу, наверное, сможем выполнить второе задание. Во имя вечной любви. Нет, не оно. Во имя вечной любви. Это задание, которое я отложил в прошлой серии. Нужно духу упокоить. Пещерные грибы. Вот. Это у нас... Тоже где-то на юг в описании и на север. Чуточку на север. Ой, на юг. Какой юг. На восток и на север немножко. Так написано в квесте. Сразу же бафнемся. А то мало ли. Да, серии стало чуть поменьше, друзья. Просто я немножко подустал от Вовки. Три прохождения одновременно пилить. За оркой, за человека. И ещё здесь, в классике. Ну и ещё я вернулся в свою любимую игру Star Wars World Republic. Самую любимую, так как она в космическом сеттинге. А я космос люблю больше, чем фэнтези. Уж извините. Такие вот дела. Когда там надоест, так обратно в Вовку. И будем задрачивать до посинения. Так что не сметь отписываться никому. Ни в коем случае. Зерно ж потом вернётесь. Так, ладно. Блин, это беготня. Я бы уже давно... Хотя нет, я бы маунта не заполучил бы на таком левеле. На классике. С 20-го вроде бы. Дают маунта. На классике. А здесь, наверное, вообще, не знаю. С 40-го какого-нибудь. Там на севере ещё заданется. Возможно, забежим-возьмём. Не обращай на меня внимания, Мишка, пожалуйста. Я просто мимо бегу. Ну, то, что нас отправили к какому-то геологу, говорит о том, что нас хотят выдворить с этой локации. Наверное, уже скоро мы отправимся отсюда. Это где-то вот здесь вот, наверное, находится тут гном на юге. Потому что я на юг уже бегал. Вот в этих местах я всё бегал, никаких гномов не видал, по-моему. Так что это ещё южнее. Мрачная погодка в Элберде, не мрачная. Да, кстати, предлагайте, куда двигаться дальше потом. Тут, я так понимаю, можно либо на юг, либо на север. А то зачем здесь заданется на севере? Вообще имеется. Вот, кстати, лунная поляна. Я же там был, почему она не открыта? Ну, ладно. Да, в этой игре нас ожидают долгие пробежки, ванила всё-таки. Зато можно смотреть локации. Этим, наверное, и славилась Вовка тогдашняя. Сейчас все летают на этих самых, на грифонах. Перелетают, телепортируются и так далее. Вот рейд, который мы пойдём. Так, мы, по-моему, уже прибыли. Пойдёмте искать, короче, водопад должен где-то здесь быть. О чём я? А, 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 вот, вот водопад. А можно как-нибудь, не знаю, слезть так, чтобы потом выбраться оттуда? Или может мне просто обойти? Сейчас попробуем. Не обязательно, наверное, прыгать вниз. Тут сможем набрать. В рейд, который мы пойдём, короче, в субботу, надо договориться, а то я так никогда мысли не завершу. Ой. Мы будем искать его, так сказать, пешим ходом. Ну, то есть искать не надо. Там, я надеюсь, Игорёк будет с нами. И Тёма, они всё найдут, всё покажут. Так, набираем. Ну, блин, а давай набирайся. Придётся, наверное, падать. Отлично. Ну, теперь придётся искать выход. Искать выход. И выбираться от Седова. О, может здесь. Спокойно вылезем. Надо как-то апнуться наверх. Давай, 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 давай. Давай. Молодчинка. Красавица. Так, теперь в пещеру. Вот, наверное, эта пещера или эта. Либо эта, либо эта. Чуть-чуть севернее было написано в квесте. Давайте ещё раз глянем. Прошу вас, Мэйв, соберите для меня эти грибы. Да, давайте прочитаем задание. Я тут составляю одно зелье. Чё? Составляю одно зелье? Ага. Для которого нужны редкие грибы, растущие в одной единственной пещере. Пещера эта находится за водопадом Скалистый. За водопадом Скалистый. К востоку и чуть севернее. В горах. За водопадом это значит, что тут эта пещера. Или подождите. Не понимаю. Если так подумать, то обе пещеры за водопадом. Смотря откуда смотреть. Блин. Ладно, пойдёмте сгоняем сначала в эту. Она как бы ближе, а там переплывём реку. Если ещё. Надеюсь, получится переплыть. Ну чё это такое? Слово силы стойкость. 22 минуты. Откуда у меня эта хрень? Блин. Зверьё повсюду. Ладно, будем, короче, убивать. Да ё-моё, я же превратился. Вроде жмёшь кнопку превратиться, а в итоге ничего не происходит. Блин, и бинты забыл настроить. И сейчас не хочу париться с ними, так что настроюсь, когда не буду записывать видос. Пора уже бинды делать, а то жму-жму на превращение мышкой. И ничего не получается. Я уже давно забыл, как мышкой пользоваться. Всё время только биндами. В основном. Так, здесь второй водопад. Здесь у нас второй водопад. И здесь где-то должна быть пещера. Надеюсь, не в водопаде. Не в водопаде. А то бывает. Так, вижу... Как их называют? Эй, потише, слышишь? Нужно больше ярости. Нифига себе, мощная тварь. Слышишь? Ну, успокойся. Да хватит 15 ещё. Охренеть. Вот это уже, может быть, посильнее будут, чем стандартные 16-го левела. Так, где грёбанная пещера? Я что-то не могу сориентироваться. Наверное, нужно подняться. Так, подлечились. Ой-ой-ой. Да ё-моё, превращайся. Смотрите, как херово. Хотя есть бинд на четвёрочку. Я, кстати, навыки забыл подучить. Вроде как. Охренеться, как он не пинается. Сейчас убьёт меня. Да. Чё-то, мне кажется, туда одному не стоит соваться. В эту пещеру, наверное, пойдём по другому заданию. Какому-нибудь. Вернусь туда на 16-м левеле. Возможно, станет попроще. Или с кем-нибудь. Сейчас просто людей маловато. Я чё-то не вижу, чтобы кто-то делал эти задания. Блин, я ещё проснулся так далеко. А чё так далеко-то? Ну ладно, срежем, короче говоря. Надо срезать. Надо воскресить свою тушку. Сейчас залетим в пещеру, посмотрим, насколько много там мобов. Ну агресса, они довольно-таки с большого расстояния. Значит, довольно сильные твари. Наги, по-моему, их называют. Я чуть не прочёл их название, но, по-моему, Наги. Поселение фурболгов. Я не знаю, это песня или что это играет, когда вы мёртвый летите. Какой-то хор мальчиков поёт в ушах. Эти мальчики, наверное, уже давно повзрослели. Уже состариться, наверное, успели. А музыка и всё играет, и играет. Каждый раз, как любитель ловки, умрёт. Так, блин, возможно, разберёмся, сколько нам этих грибов надо собрать-то. Мертвянка. Ножка с трупника. Это вот эта ножка с трупника, где мертвянка находится. Если мертвянка далеко, то не будем париться. Не буду я тогда сейчас делать это задание. В субботу на стриме доделаю с Игорьком. Перед тем, как мы в данжик попрёмся. Блин, где эта грёбанная мертвянка? Тут ещё и туннели, разветвлённая система. Блин, не круто, ребят, не круто. Я это задание буду вечно сделать, если в соло. Так что, нет. Пожалуй, мы пропустим его пока что. Ладно, пойдёмте назад, если я смогу выбраться отсюда. Жаль, что мобы не видны в таком состоянии. А что там? Так, здесь нету мертвянки вашей. Труп мелодии. Ты игрок или что? Это игрок или не игрок? Мало ли объединились бы с ним. В общем, не вижу я мертвянки. Не знаю, как долго я буду её искать. Ещё я, наверное, раз пять подохну, прежде чем соберу всё. Если не больше. Так, ладно, пойдёмте. Сейчас найдём, чем заняться. Пойдём, сейчас как раз доделаем заданицу. Мне нужна цель. Ты есть цель, деточка. Так. Пойдём, сдадим задание, которое выполнили. Набрали пробу водицы. Из водопада. И попробуем сейчас доделать то заданице, где нужно духа упокоить. Пойдёмте на дорогу выйдем. Сейчас как раз людей не очень много, так что, думаю, дух в целости и сохранности. Никто его не убьёт. О, привет, чувак. Овелис на стулу. Не знаю, пиндос он или не пиндос. Не будем рисковать. Не будем. Где дорога? А, вот, уже вижу. А, вот, уже вижу. В прошлой серии я, кстати, в пати был с каким-то чуваком. Он, оказывается, был русским. Игорёк писал в комментариях, что... Я, как бы, не видел, что он мне писал в личку. Ну, то есть, не в личку, а... Ну, короче, вы поняли. Чатики. Не привык я к чату до сих пор. Нечасно на него поглядываю. Бедный чувак побежал куда-то. И там, наверное, сдох. А я такой... Не, друг, я с тобой не пойду. Хе-хе-хе. Да. Бывает такое, бывает. Не обращайте внимания. А, вот, Бердин. О, появляются люди потихонечку, я вижу. Уже два друида встретились. На пути. И навыки надо не забыть выучить. Блин, я... Вот, только что опять вспомнил. Это... Сколько там прошло? Минут пять перед тем, как я за... То есть, забыл я вообще моментально. Вот, там дрался, сказал, мол, надо навыки выучить. Когда с Надями дрался. И сразу же забыл. Или их можно прямо... Подождите, стоп. Их же, наверное, можно просто подтянуть здесь. Ваш устрашающий рев снижает силу атаки противника дополнительно на 16%. Ваш вирепый укус наносит на 6% больше урона. Конечно же, прокачиваем. Два щиты. С вероятностью 20% вы можете... Так, я не пробежал там мимо случайно. Такое ощущение, что сейчас пробегу. Еще раз. С вероятностью 40% вы можете накопить 10 единиц ярости, когда принимаете облик медведя. Ого. Тоже хорошая вещь. Прокачиваем. Ярость нам нужна. Без ярости мы не можем воспользоваться устрашающим ревом, который накладывает дебаф на противника и не позволяет ему наносить урон. Высокий урон. Так, я помню, к кому нужно подойти. Ну, приветик тебе, Тандрис Витропрят. Что привело тебя сюда? Загрязнение реки Скалистой лишь первое проявление тревожной тенденции здесь, на Темном берегу. Проба, которую вы добудете, поможет нам составить план, как я начинаю подозревать план атаки. Я не удивлен тем, насколько сильно отравлена эта вода, но поглядите, какой мерзотной она становится. Похоже, что нужно действовать как можно скорее. Да, Мэйв? К востоку от нас находится скверненный лес. Это и есть настоящий источник порчи. Я в прошлом такой уже видел. Заранее могу сказать, что ваша проба подтвердит это. Наверное, мы могли бы найти средства для исцеления, но нам понадобится помощь, даже чтобы попытаться это сделать. Когда придет время, я надеюсь, Мэйв, вы сможете нам ее предоставить. Пусть звезды направляют тебя в пути. И время пришло. Мы узнали, что источником порчи, наведенной на фурболгов, являются сатиры. Они держат своих жертв в повиновении с помощью талисманов, через которые направляют магию. Если для фурболгов еще есть шансы на спасение, мы должны выманить сатиров поработителей и отнять у них талисманы. Наполни эту чашу из нашего лунного колодца и стащи образцы пищи фурболгов из их северного лагеря. Северный лагерь. Мы, по-моему, пролетали, когда были трупом мимо этого лагеря. Смешай все и поставь чашу возле большого костра у реки. Любой фурболг, поевший из этой чаши, на некоторое время очистится, что привлечет внимание сатира, которого нужно убить. Так, окей. Очередное задание с фурболги. Где же здесь стоит мастер? Возможно, там и вправду какие-то новые навыки появились. А я и не помню, где он стоит. Потребительские товары, оружейник, торговец, учителя, товары. Блин, ладно, пока не буду. Пока не буду искать на... Скажем так, поищу, когда остановлю уже запись. Пойдемте наполним из лунного колодца то, что нам там дали. Пустая чаша очищения. Отличненько. И почту проверим на всякий случай. Так, надо удалять всю эту рекламу. Реклама голды. 4 бакса за 100 голды. Вроде как. Разыскивается глубомрак. Ого. Внимание. Назначена награда за голову Мурлока, именуемого глубомрак. Эта злобная тварь повинна в смерти как минимум одного часового и подозревается в потоплении как минимум двух грузовых судов в прибрежных водах темных берегов. Глубомрака в последний раз видели в поселении Мурлока в кьюгу от Аобердина. Так, а почему эта доска не помечена заданием? Интересно. И судя по всему он охраняет хижины своих сородичей. Награда за голову глубомрака может ой, ждет смельчака у часового Глинды на лши в Аобердине. Так, к югу от Аобердина. Окей. Это где-то по берегу нужно будет пройтись найти все это дело. А мы сейчас во имя вечной любви пойдемте посмотрим возможно сможем сделать это задание сейчас во имя вечной любви которое еще в прошлой серии оставили. блин далековато бежать придется найти я как всегда на паузу пожалуй так ну это где-то здесь точно не помню где именно квеста блин сейчас найдем это было до этого квеста или за квестом так да по-моему здесь она должна ходить о вот она иди сюда родная ой не то нажал как всегда ее же просто убить не нужно было что-то с ней делать прежде чем убивать а то в прошлый раз с нее дроп не выпал готово отлично отлично это хорошо так ну ладно сейчас мы вернемся зададим это задание прежде всего я сейчас возьму вот этот квестик а то он маячит у меня перед глазами все время я все никак не доберусь к к к к востоку отсюда находятся руины а а метарана сейчас их населяют неупокойные духи высокорожденных некогда живших в этих стенах но когда но когда-то метаран был местом где слухи слуги ашары свободно практиковали своей могучей магии меня послали исследовать эти руины и я наткнулась на две большие таблички на которые было неразборчиво на которых было неразборчиво начертана история амитарана и его падения пока я пыталась прочесть руны на меня напали призраки и я сбежала пожалуйста если можете отправляйтесь в руины и расшифруйте таблички вместо меня так ну ладно я не хочу сейчас метаран бежать и что-то делать опять я там уже был надо было сразу брать это задание потом сделаем сейчас я хочу наконец сдать эту заданец во имя любви вечной любви так давайте я его еще раз вспомню после битв за источник вечности я узнал что амитаран разрушен жители его погибли в том числе и моя возлюбленная Аная я никогда не думал что и через тысячу лет воспоминания об Анае будут тревожить мои сны обрадев помрачение рассудка по лесам на темных берегах я очутился в руинах амитарана где и увидел покойный дух моей любимой ее нужно освободить но у меня просто рука не поднимается нужно уничтожить ее призрак что ж дружище я сделал то что ты просил надеюсь ты не будешь жалеть эй ты как так быстро носишься то 21 левел а ты кто блин а кто он какой класс разбойник что ли наверное у него кинжал по-моему висел так что еще подождите фурболгов пойдем поищем выполним заданицы к северу же эти фурболги семья рыболовная удочка пещеры пещерные грибы подождите а это задание что вообще краски что ли пропавший хозяин порабощенный фурбол да оно красная печаль придется все-таки делать падение метарана надо опнуть левел до 16 каким-то образом сейчас это здание сдадим посмотрим сколько опыта нальют и рыбалку возможно придется выполнить эх почему же твое задание не работает оно же такое простое просто привезти медведя так кому я должен сдать не помню кто тот эльф который просил меня убить его возлюбленную блин так это не ты наверное в доме каком-то находится может тут а вот точно на пирсе на причале так кейлиан белый чем могу помочь так не сниз чего с неизбывной печалью в сердце я последовал за шандо ярость бури в долгий сон и взял свою боль с собой в сны и спал на протяжении тысячелетий держи подвеску она благодарю тебя мэйф может быть было бы лучше если бы я сам это сделал но даже после прошедших тысячелетий у меня нет сил поднять руку на свою возлюбленную пожалуйста оставь меня наедине с моим горем да светит твой путь теперь он будет нас ненавидеть я тот кто убил его возлюбленную хоть он и просил теперь он будет меня ненавидеть точно вам говорю кстати здесь есть второй этаж нифига себе здесь какой-то бац-бах кривошип бац-бах у тебя есть задание? интересненько слушай помоги мне с этим подождите это задание уже наверное ниже уровня моего поэтому я давайте возьмем блин как я не заметил я не буду сейчас читать просто возьму посмотрю ну пока а нет все еще зеленое можно можно выполнить так давайте-ка прочитаем слушай помоги мне с моим последним изобретением жужжалкой с ее помощью можно общаться на расстоянии может быть ты уже видела их такие ящики с рычагами с ними одна проблема за ними нужен постоянный уход у каждого из них есть своя проблема но я нашел хитрое решение я поместил все машины в районе обитания существ части которых нужны для починки каждой конкретной машины сейчас неисправно неисправно жужжалка 827 она находится чуть так чуть южнее обердина совсем рядом с ним чтобы ее починить нужно 6 ножек краба я заплачу не плач не плач гном не надо плакать пекарь южнее говорит обердина совсем чуть где-то блин о альда еще какой-то дух тебя тоже упокоить или не надо камень чуть южнее или жужжалка точнее жужжалка это где крабов короче нужно убивать я так понимаю пойдемте займемся убийством крабов пыль так пыль ну пыль и и и Я думаю, это задание затянется надолго В этой серии мы не успеем его выполнить, к сожалению Там наверняка много жужжалок, с которыми нужно разобраться Но зато левел ап немножко Красота Крабики вообще девятого левела, никаких проблем С ними не возникает Они даже опыта не приносят, по-моему Они белые для меня Или приносят Кажется, что полоска растет 7, 6, 3, 9 Не, не приносят Так А, не, подожди, не выполнили Нужно еще два Вот и морлоки Правда, я не вижу поселения морлока Я вижу только морлока Который охраняет тушу этого бедного существа Лохнесское чудовище Вот оно, доказательство существования лохнесского чудовища, друзья Точнее, уже не существования Его убили Кто-то убил его Или он умер от старости Точно неизвестно Следующий Отлично Так, инвентарь нужно чистить Но сначала жужжалка Те же это гребаная жужжалка На юге было написано Чуть южнее обердина Совсем рядом с ним Чтобы ее починить Нужно шесть ножек Жужжалка, блин Тебе еще эти жужжалки Ищи Как они выглядят Хрен пойми Может на тропе где-то Есть какая-нибудь жужжалочка Так, здесь не вижу Так, я воспользовался чудом современных технологий Гуглом Точнее, ютубом Но слово гуглить уже давно добавили в словари Как ввести запрос в поисковик Поэтому я погуглил на ютубе Вот она Так, жужжалка 827 Хранит зловещее молчание Единственный мигающий индикатор Показывает, что в приемник Нужно положить шесть ножек крабов Когда вы кладете ножки крабов В приемник машины То слышите, как шестеренки Начинают их перемалывать По нескольким хлопающим звукам Вы решаете, что ножки краба Уже нашли свое место Вскоре машина начинает жужжать И вы слышите голосок едва Доносящийся из машины Алло, уф, алло, ты ее починила Кстати, это бац-бах Спасибо большое Эй, не откажешься починить еще одну машину Конечно, не откажусь Ради опыта Ты что? Я же только за Тоненький голосок пробивается Откуда-то из глубины машины Бац-бах у аппарата Следующая жужжалка Находится к северу от Абердина Прямо на берегу Итак Номер той жужжалки 411 Для ее починки Нужно Три глаза крепкозуба Эти твари Уводятся недалеко от берега Крепкозубы Темных берегов Ик-ик Извини Икай, чувак Бедняжка Как и в прошлый раз Когда поместишь Ну, понятно, понятно Понятно Крепкозубы Наша следующая цель Так, ладно Я, наверное, завершу эту серию Уже достаточно длинная она У нас получилось Три задания Успели выполнить Вроде как Вот С форболгами не разбирались Потому что Задание красное Для меня пока что Нужно апать левел До тех пор Мы будем делать задание Бац-баха Что ж, друзья В субботу стрим Напоминаю еще раз В 3 часа Дня по Москве Если кому-то интересно Заглядывайте Надеюсь, мы сходим В данжек В рейдик Посмотрим Что же они Себя представляют Я буду в роли танка Это опасно Потому что Я хреновый танк Я очень хреновый танк Вот Ну, ладно Ставьте лайки Подписывайтесь Комментируйте И увидимся В следующих сериях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok